Ребята, трудности, которые есть в вашей жизни, пустой холодильник, в который вы заглядываете, это подсказки. Глупо рассчитывать, получить новый результат, продолжая делать то же самое, что ты делаешь до этого. Пинки, которые ты получаешь от жизни, это подсказки, что возможно настало время что-то изменить. Ты говоришь, мне не нравятся эти пинки, но продолжаешь так жить. Это твоя ответственность. Строительство твоей жизни, это твоя ответственность. Не рассчитывай получить новое, делая то же, что ты делал раньше. Удары судьбы, это подсказка от Всевышнего, это хороший урок, который говорит тебе вот что. Возможно, что-то надо делать по-другому. У тебя есть выбор. Не хочешь им пользоваться, получай пинки. Почему? Жизнь так устроена. Всевышний мечтает, чтобы все мы были счастливыми. Я в это верю. Удача и успех хронически преследуют нас. Они находятся всегда рядом, вот здесь. Всегда рядом с тобой успех. Он хронически ходит за тобой. И ты не хочешь его замечать, а отворачиваешься от него. Делаешь вид, что его нет. Говоришь, что плохо, что не так, кто виноват. И отказываешься от того, что точно и как этого достичь. Получаешь пендаля и говоришь, ой, а по-моему неплохо, да? Ну, чуть-чуть пустой холодильник. Ну, Бог терпел и нам велел. Даже оправдания находим, часто теологические. Но это неправда. Правда является то, что тебе обещана жизнь со сбытком. Но кто-то понимает, что такое избыток? Избыток это когда дух переполняет, душа радуется и полные деньги, и полные карманы денег. Это нормально жить так? Это норма. Вообще иметь финансовый избыток просто по праву человеческого рождения является нормой. Я давно это понял. И я не приравниваю жизнь к деньгам. Деньги это инструмент. Деньги это инструмент. И перемена жизни начинается с другой платформы. Формула проста. Если я не стану счастливым сейчас, возможно, я не стану счастливым никогда. Запишите, это важная формула. Если я не стану счастливым сейчас, возможно, я не стану счастливым никогда. Вот когда у меня будет дом Вот тогда заживем Вот когда я куплю себе другую машину Тогда душа распахнется Начнется жизнь Глупо привязывать Ожидание счастья к достижению какой-то цели Люди, которые исследуют сущность человека Говорят, 85% ощущения счастья Находится в сфере взаимоотношения Только 15% ощущения счастья Находится в сфере целеполагания На что это похоже? Например, в жизни женщин такое часто бывает Решила изменить свою жизнь Женщины иногда радикально хотят изменить свою жизнь Главных механизма два Первый механизм это прическа Надо идти в парикмахерскую Чтобы радикально изменить свою жизнь Второе, это другая, возможно, новая одежда О прическе говорить не будем Поговорим об одежде Вот все, решила менять жизнь Начинается процесс Будет вот так Планирует Ходит по магазинам Один магазин, второй меряет Переодевается туда-сюда Считает, собирает деньги В конечном итоге выбрала Заплатила Завернули Принесла домой Положила в шкаф Проходит несколько дней Женщина открывает шкаф Да, смотрит на него Думает Ой, нечего носить Нечего носить Потом смотрит А, кофточка Залазит, достает из пакета кофточку Одевает на себя Смотрит на себя в зеркало И задает сама себе вопрос Ну И кто теперь это будет носить? Вот Цель достигнута У мужчины Это связано С автомобилем Купил Важно Ездишь Две недели ездил Приходишь Смотришь Поцарапали Но это не самая большая трагедия Когда поцарапали Трагично Когда Только купил Потом выходит Журнал И там написано Выпустили новый кузов Это вообще Полная трагедия Думаешь Вообще Ну как я мог так купить? Достижение цели Да? Ощущение счастья Привязки к достижению цели Или я счастливый сейчас Или возможно Не счастливый никогда Это очень важно понять Вот почему Ты живешь Сейчас Всегда Ты живешь Сейчас На Новый год Ты проснешься Сейчас На день рождения Ты проснешься Сейчас Прошлое И та вина Которую ты носишь И неспособность простить Это уже не повторяется Об этом не имеет смысла Думать и вспоминать Это невозможно Изменить Это во вчера Будущее Его надо планировать Но каждую секунду Своей жизни Ты проживаешь В настоящем Когда я начал Говорить вам О том Что если ты не счастливый Сейчас Ты возможно Не счастливый Никогда Это уже осталось В прошлом Этого просто не вернуть Это уже закончилось Вот только что я начал Говорить о том Что когда я начал Говорить Это уже в прошлом И только то Что я сейчас сказал Это тоже в прошлом И завтра утром Когда я встречу С кем-то из вас Кто придет На другие занятия Мы думаем Что это будет завтра Но когда мы встретимся Это будет сейчас Я живу Сейчас Всегда В настоящем времени Ты никогда Не будешь лучше Чем ты сейчас Потому что Ты даже не знаешь Сколько тебе жить Выбор Находится Внутри вас Внутри каждого Есть твой личный выбор Твой личный Твой личный И ты Получаешь Другое основание Вследствие Того выбора Который есть Внутри тебя Продолжение следует